Есть разные темы, по которым надо образовывать. Например, введение в атмосферу труда благостной музыки или духовной музыки. На что коллектив способен. Вы просто включаете музыку во время работы, что происходит. Люди в результате влияния звука определенным образом настраиваются, наступает очень хорошая, счастливая атмосфера в коллективе. Простой способ, очень эффективный. У нас, допустим, там, где работаю, идет лечебный процесс. Люди не хотят уходить. Они приходят лечиться, они сидят там, не хотят уходить, потому что духовная музыка играет. Атмосфера очень счастливая создается. Люди в счастливании отдыхают. Точно так же можно на работе сделать. Создать не то, что музыка там какая-то, которая расслабляет народ, там сидит. Надо подобрать музыку. Она должна рабочей быть. Но в музыке без звука нет управления коллективом. Без звука нет управления. Звук постоянно должен быть. Нельзя так, чтобы в коллективе была тишина. Тишина означает, что у них своя музыка начинает играться. А своя музыка чаще всего какая у подчиненных? Трепаться, нервы мотать друг к другу и так далее. Зачем допускать такую музыку? Надо включить, контролировать ситуацию, чтобы она была под контролем. Продолжение следует... Продолжение следует...